Трехсторонние переговоры все же удалось провести, зачем Пашинян взял в Питер семью. Заявления секретаря Совбеза Армена Григоряна были представлены в Москве и Баку как де-марш и срыв переговоров. Песков уже назвал заявления провокационными, а в бакинских СМИ пишут, что Армения раскрыла содержание секретных переговоров с Москвой. Армен Григорян действительно сделал сенсационные заявления, техническая миссия наблюдателей ЕС находится в Армении. Армения работает со своими партнерами для приобретения вооружений, давление на Армению идет и со стороны союзного государства. Армянская демократия сопротивляется и получает давление в военной форме. В нашей повестке нет пункта о присоединении к союзному государству. Азербайджан хочет этим шагом разрушить архитектуру 9 ноября. Нынешняя ситуация в Лачине – это давление с целью получения экстерриториального коридора на территории РА. Напомним, 23 декабря Арарат Мерзаян не поехал в Москву на встречу с коллегами из России и Баку. А телефонные переговоры Мерзаяна с сопредседателями Минской группы от Франции и США указывали на то, что Демарш Мерзаяна возник не на пустом месте. После этого появились информации, что Пашинян, скорее всего, тоже не поедет 26 декабря в Санкт-Петербург на встречу глав стран СНГ. До этого Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства в Бердзорском коридоре, что также было воспринято как Демарш. До последнего момента визит Пашиняна не анонсировался. Пока Песков не заявил, что трехсторонняя встреча Путин – Алиев Пашинян на полях саммита СНГ не предусмотрена. После этого Пашинян отправился в северную столицу России с женой и дочерью, словно предупреждая какие-то действия. Мало ли что, смерть белорусского Макея после ереванского саммита ОДКБ и так далее. Путин после семичасового саммита, о котором ничего не известно, повел лидеров СНГ в русский музей, причем, Алиев не стал ходить по музеям и вернулся в Баку. Лукашенко, Пашиняна и Такаева сфотографировали на фоне портрета Екатерины II, потом Путин встретился с Пашиняном. Во вступительной речи Путин оговорился, что трехстороннюю встречу все же удалось провести. На этом фоне Байрамов в Баку вновь выступил с заявлением о Зангизурском коридоре, отметив, что Армении не нужно чинить препятствия, так как коридор выгоден и Еревану. Бакинские СМИ опубликовали материалы, косвенно свидетельствующие о срыве переговоров в Санкт-Петербурге. Эти переговоры нужны были Путину и Алиеву, чтобы обозначить точку невозврата в процессе и не допустить к урегулированию международной легитимной инстанции. Для самого Пашиняна это также момент истины, либо нужно соглашаться на коридор, а значит упразднение Армении, либо окончательно оборвать русско-турецкую схему, марионеткой которой он является. В обоих случаях это конец для него. До вылета в Санкт-Петербург супруга Пашиняна разразилась мерзким постом об Арцеае, который выглядел прощальным. Ва-банк Армена Григоряна и прощальный пост супруги Пашиняна обозначают точку невозврата в агентурной политике армянской власти.